я тебе скучала александра ты мне снился сегодня ты не слышишь меня александра выньте у него наушник александра ты меня слышишь ты мне сегодня снился ты мне снился и во сне мы занимались сексом и я проснулась от ощущения что ни с кем не в жизни не было так а после этого я думаю что может быть сон был вечно потому что пришел это тебя так красивый вот черная строгая у тебя такие потрясающие плечи вообще такой красивый такой солнечный вот я на тебя смотрю меня настроение поднимается а у тебя у меня тоже поднимается ну что же александр улыбнулся это значит что мы наконец-таки можем начинать но сегодня уж не знаю обрадую я вас или наверное скорее молодых людей я огорчу потому что ребят на голосование двоих молодых людей мы спасли иммунитетами тебя миша и тебя андрюша но чтобы вы не расслаблялись и не думали что теперь можно две недели сидеть и сосать бананы тропического леса к нам сегодня придут не две девушки а один молодой человек и соответственно голосование у нас будет мужским ровно через неделю вы может быть спросите почему этот молодой человек приходит один так сказать безальтернативный выбор я вам отвечу этот человек покинул наш проект не по своей вине этого человека мы не выгоняли с проекта и мы не хотели чтобы он от нас уходил но его жизнь сложилась так что ему пришлось отбыть уголовное наказание в листах лишение свободы но наказание он отбыл сейчас он чист перед законом и совесть его я надеюсь тоже чиста и поэтому с чистой совестью на свободу и сразу в дом 2 встречаем 2 июля 2005 года алексей одеев появился на проекте с виду скромный парень лёша всем запомнился своим бурным романом с аленой водонаевой шутка ли он не только добился внимания одну из главных див проекта но и стёпе менчикову этим нервы изрядно потрепал кто знает как сложилась бы дальше судьба этого любовного треугольника если бы не события 19 июля 2005 года лёша покинул проект и был заключен под стражу сегодня алексей возвращается но еще неизвестно как примут его участники и как сложится теперь его жизнь ну что ж я рада тебя вновь видеть среди участников проекта привет у тебя были непростые времена насколько я понимаю из дома 2 тебя увезли сразу места лишения свободы расскажи вообще за что какое преступление ты совершил и как тебе жилось вообще-то преступление совершил мошенничество продал квартиру продавать и уехал с этими деньгами кинул человек ну да можно и так сказать но ты провел два года в тюрьме да нет ну было в тюрьме а потом зоне был и расскажи как-то поменяла тебя жизнь естественно поменяла не ну как в каком смысле взрослее только стал но не заблотневел не замуж обычные люди я не живу этим преступным миром меня другой свой мир что вот какую цель ты поставил сейчас на проекте дома какая цель основная моя цель нахождение здесь на проекте хочу пообщаться с ребятами пообщаться с ребят машинич не буду больше честно скажи вот ты вышел соленой ты созванивался был какой-то контакт ну да мы разговаривали с ней позавчера но и почему ты не стал строить отношения соленая решил все-таки прийти сюда какие отношения могу построить соленой но здесь и девушка которая тебя привлекает или ты просто пришел вот пообщаться с людьми кто ну я потом скажу потом скажу просто увидите его краснею не стыдно можно сказать скажи пожалуйста вот интересно а на зоне смотрят дом 2 у нас там не показывал передачи кстати не показывал я последние четыре дня только смотрел вот смотрят смотрят всеми камерами и нормально я клянусь клянусь смотри смотрите смотреть смотрят дело в том то что телевизионный сигнал эфира не ходит есть в некоторыми стал где она у меня сидел с магадан нет 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 с малинской области там до спутниковое телевидение съесть туда тент и можно смотреть кстати когда я уходил оттуда начальник колонии мне говорила ну и ребята просили горит если будет такая возможность горит лёш ну может быть проведем тнт нам туда в зону скажи пожалуйста лёша вот главный урок который ты вынес из своего тюремного заключения главный урок это то что нужно честно все-таки жить ну что же нужно жить честно и желательно в любви согласен со мной вопроса а девочек пожалуйста вот ты пришел сюда во второй раз какие ощущения сейчас тебя вот ты когда в первый раз и во второй раз что это такое то раз здесь сидеть заходить сюда видит новый ребят и получает себе нужно опять завоевывать коллектив и еще страх перед тем что ты ушел не очень красиво достались те люди которые это видели как ты себя сейчас чувствуешь не ушел я красиво просто некрасиво меня увели про красиво некрасиво увели английский так саша кстати холостая девушка это сразу к свете ну как ты себя чувствуешь скажи не молчили знаешь я объелся сейчас супа разговорчивый человек у нас лёша алексей скажи пожалуйста какой формат отношений ты в итоге хочешь построить на доме 2 скандальный романтичные но это же надо с человеком общаться нет но ты сам вот знаешь есть люди которые любят жить как на вулкане отношения спокойный романтический котенок были самая романтичная пара 2007 года у меня на такой характер не получится как оле и рома оле на этих словах залывалась и жаждет задать свой вопрос просто когда он не говорил это слово котенок во первых я хочу поддержать тебя ксюши действительно сказать алекса что он сейчас очень красивый мощный идет этот его задумчивый образ да и эта футболка подчеркиваю я первая это заметила просто ты сейчас занимаешься плагиатом я первая сейчас ксюши в глаза и пытаюсь пережить этот сон но сейчас мы говорим не о моей любви к александр который мне кажется очевидно уже для всех участников но а твои симпатии к алексею давай об этом пока да давай ты такого встретила нет просто я помню лёшу два года назад и на самом деле ребят прекрасно понимаю почему он сейчас немножко зажат потому что всех знакомых ребят здесь нахожусь только ксения степа и я когда лёшка пришел два года назад это было очень яркий интересный феерический феерический до молодой человек он никогда не боялся высказывать свое мнение очень красиво добивался сердце нашей сексуальной красавицы алена вода на его и как-то друзья впервые за историю телепроекта дома 2 ольга бузова назвала алену вода на его сексуальной красавицы право это достойно мой вопрос понимаю что на скидку нельзя сказать с кем бы ты хотел строить отношения но хотя бы чисто визуально выдели три девушки 3 девушки да ну вот девушка мне нравится даша раз вот девушка нравится мы сидят саша два девушка тоже нравится не сидит а не да а не чё как то мы полю вузова не назвали она так считала она сказала три она сказала три и полюбин зода а вот это естественно я последний на знаете пожалуйста лёш у меня такой вопрос чего бы ты никогда не простил девушки в отношениях не знаю сейчас бы нужно все просит главная женская добродетель что это запах женщина главное чтобы она была красивая и умная красивая и физика и так сказать химия ну что же красивые умные девушки рады лёша тебя приветствовать на нашем телепроекте но ты не агрессивен ты сразу нападать и в кусты не будешь все супер тогда мы идем над этой а вы все собираетесь на стройку по ком скучаешь из тех кто был в тот раз ну вот бываю по водонавой скучаю по давиду к ландарту скучаю мы с ним общались а кто был в твой приход не лидову наташа да 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 солнце рома насти сэм 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 а сколько ты здесь пробыл ты не могу пробыл три недели за три недели успела там шороха навести как ты ярко зашел что-то такое ярко исполнил да ничего салат не готовил дали мне пол буханки ржаного хлеба помидорина короче кусок колбасы сделал бутерброд и вода на его и даю грудно же ну ешь говорю я не буду я говорю ешь ну там у нас много чего было если бы его не увезли я думаю чтобы он мог пару бы разбить реально стёп слушай ольга говорит что если бы он старался его если бы не увели лёшку то он бы увел алюна от тебя мне кажется что да у нас у нас плохие уже отношения это уже был конец ваших отношений но первое первый раз да первый раз но потом же нет рядом потом снова встретились но уже не как я не знаю аж люди взрослые становится меняются взгляды и как-то уже по-другому дает на жизнь не актуально это уже было бы а сколько тебе сейчас лет 29 будет 29 слушай я ошиблась и склонность вообще не изменился ты вообще не изменился я думал что ты пузо себе наешь в тюрьме что ли ну а почему в тюрьме да так там же спортом никто не занимается там занимаются все спорты но тебе реально нравится кто-нибудь из наших девчонок то или нет не знаю она и она про себя хочет знать ты будешь строить отношения с бузовым да не я здесь причем я пока стоя страдаю страдаешь пока я пока страдаю мы с ромкой расстались знаешь девушка сейчас новая тетя света тетя света по-другому не назвать судя по ее морщинам вот я тебе честно могу поближе очень нас интересует следующий момент что вот за эти два года пока ты отсутствовал происходило у тебя соленой вода на его я знаю что ты общался да мы общались с ней ну расскажи об этом ну мы были не более чем друзья с ней а как вот эта связь переросла в дружескую ведь у нее такая любовь к тебе было я даже знаю что она приезжала к тебе оставалась даже показывал мне свою записку мою записку которые я передавал когда мне увозили и фотографию мою показывал мне у меня растрогово это тоже заплакала когда были в кафе там сидели я понимал то что я не навязывал свои отношения потому что я прекрасно понимал что я сижу в тюрьме правильно и какие-то были бы шаги с моей стороны к ней это был уже ну было бы как-то некрасиво с моей стороны потому что человек который там сидит он вызывает жалость и я не хотелось ну да и как-то обременять ее своим я же знаешь какой человек я ревнивый человек сам по себе то есть но я знаю то что ревность это очень плохое качество мужчине но я начинал ей привыкать до к ней привыкать вот с общением то есть но как-то было забыто на полтора года да и указал все да прошло забыл тут раз она появляется как ты понял что все закончилось ну она стала гораздо холодно то есть но нашла с проекта но естественно не поменялся круг общения да она стала думать о чем-то другом здесь она дожила здесь как она жила можно сказать не хлопот не за вот сейчас вышел четыре дня было свободе вы уже повидались нет но мы общались созванивали позавчера с ней разговаривали ну ничего рада что вышел увидимся скажи а что это смешная история с курицы который ты обменял на водонавец и сиськи прикол был аленка присылает мне на игру что мне какую-нибудь эротическую своему маску она говорит давайте сиськи свои пришлю я грунтовая и присылает мне ну не топ леса таком красивом лифчики и в общем присылает мне а я звоню приятелю своему груши говорю слышь саш есть фотка ммс как короче водонаева он любит ее безумно в общем там фанаты и говорю я могу тебе отдать он сразу такой вопрос задает а что за это но что нужно я бы знаю что вы сашего меньше чем за пол курицы даже разговаривать не буду получилось так что на словах продал ее сиськи за пол курицы на этом смехом тоже было игру еще закончилась она еще не знает она кстати узнает будет недовольна да я не буду идите делать что хотите пока ну как-то клиент как ты со мной так и особо это ты считаешь нормально угрозы какие-то нелепые на ну все тогда давай делаю тебе может больше вообще не набирать никогда и забудь мой номер давай пока не возьму больше труб на свидание что еще хочешь сказать пластическую операцию себе сделай лучше и приведи себя в порядок и прекращай заниматься проститутой вот и все ты потому что но такая же конченая но мы с тобой разговаривать сама с этим соглашался что тебя никаких ни моральных ни этических качеств не осталось человеческих маешь ну потому что мне жалко тебя эти вот твои высказывания то что ты покончил жизнь самоубийством я с тобой не буду общаться мне вот это вот все давай не хочу больше с тобой разговаривать ну кто пришел ты такой хорошая один ты только со мной играешь да зафилия проявляется на доме сейчас играл с котенком короче я его не хочу в этом котенке училась котенок хочет взглочник взвращенец что же хочет че тюрь ahí его потрепанное тело валяется и шути да нет не про то просто мы с ним играли играли и до игрались и он захотел большего я шучу да не просто прыгал прыгал и напрыгнул